Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Сегодня я расскажу вам о 5 недостатках автомобиля Lada Largus, выявленных при его эксплуатации владельцами данных автомобилей. Lada Largus производится автовазом с 2012 года. Он построен на платформе B0, которая также является базой многих моделей Nissan и Renault. Largus выпускается в кузовах универсал и фургон в пяти, семи и двухместном исполнении. Машина в России получила немалую популярность благодаря своей практичности, вместительному салону, хорошим техническим характеристикам. Однако этому автомобилю свойственны следующие основные недостатки. Изначально на Largus устанавливался 1,6-литровый восьмиклапанный мотор Renault K7M. Данный двигатель применялся в период с 2012 по 2016 год. Двигатель K7M с ремнем в приводе ГРМ гидрокомпенсаторы отсутствуют. Конструкция ДВС очень проста и надежна. При должном уходе и своевременном техобслуживании двигатель без капремонта в среднем проходит 400-500 тысяч километров. Необходимо только вовремя проводить ТО, менять ремень ГРМ и натяжные ролики. Все проблемы восьмиклапанного мотора Renault связаны не с надежностью силового агрегата, а его эксплуатационными характеристиками и характерными особенностями. С мотором K7M Largus не слишком экономно расходует топливо. Автомобилю не хватает динамики для уверенных обгонах на трассе. Достаточно быстро начинает стучать клапана. Регулировка требует примерно через каждые 25-30 тысяч километров. Часто появляется вибрация двигателя. Силовой агрегат работает достаточно шумно. Другой французский мотор Lada Largus модели K4M 1.6 16-клапанный типа инжектор. Этот двигатель новой разработкой не является, проверен временем и тоже обладает очень неплохим ресурсом около 400 тысяч километров. Мотор отличается от K7M только другой головкой блока с двумя распредвалами. Конструкции механизма газораспределения. Здесь тоже устанавливается ремень ГРМ, который необходимо менять через 60 тысяч километров. Восьмиклапанный ВАЗ 11189 это модернизированная версия хорошо известной модели 11186. Усовершенствованные 1.6 соответствуют нормам Евро-5. Работает на бензине АИ-95. Ресурс мотора не слишком большой. Он в среднем составляет 200 тысяч километров. Характерные болячки у двигателя те же, что и у всех восьмиклапанных силовых агрегатов ВАЗовского производства, начиная с ВАЗ-21083. В зависимости от комплектации ВАЗовский универсал оснащается коробками передач французского производства моделей JH3 и JR5. Все коробки пятиступенчатые, механические. По сравнению с родной ВАЗовской трансмиссией 2181 работают значительно тише, без характерного воя. Ресурс коробки передач на Ларгусе во многом зависит от условий эксплуатации. В среднем трансмиссия служит 250 тысяч километров. Трансмиссионное масло в КПП заливается на весь срок службы агрегата. Но на автомобиле, который ездит по российским дорогам, рекомендуется производить замену масла в коробке примерно через каждые 75 тысяч километров. Еще масло лучше поменять в том случае, когда передачи стали включаться хуже или с трансмиссией появился посторонний шум. Характерных неисправностей здесь практически нет. Если скорости стали переключаться туже, вовсе не обязательно, что виновата в этом КПП. Здесь следует проверить состояние троса переключения, а также посмотреть, сколько масла залито в картер коробки. Ходовая часть Лада Ларгус простая и надежная. Больших нареканий у автовладельцев не вызывает. Некоторые собственники Ларгусов нагружают в машину до одной тонны груза и подвеска достойно выдерживает нагрузку. Удивительно, что на усиленные задние пружины никто не жалуется. Видимо, вне зависимости от тяжести груза они не проседают и не ломаются. По крайней мере, на этой машине выход из строя задних пружин не является характерной болезнью. Со временем в первую очередь начинают сдаваться стойки стабилизатора, рулевые наконечники и шаровые опоры. Но даже на рабочих лошадках ремонт ходовой части в основном требуется после пробега 100 тысяч километров. Долго входят родные подшипники ступиц. Многие водители производят ремонт подвески самостоятельно, экономя свои денежные средства. А вот окраска кузова нареканий вызывает немало. Лакокрасочное покрытие тонкое, быстро царапается. Под лаком иногда обнаруживается мусор. На ЛКП попадаются шагреневые участки. На некоторых машинах со временем краска отлетает кусками, например, в районе задних колесных арок или по кропкам дверей. Через 2-3 года эксплуатации появляется ржавчина на стыках порогов и на рамке ветрового стекла. Конечно, это удручает. Только от фактов никуда не деться. Несмотря на появившиеся рыжики, здесь есть и положительные моменты. Кузовное железо в целом не гниет, сквозной коррозии не наблюдается. Кроме перечисленных недостатков, часть владельцев отмечает, что недостаточно эффективна климатическая система по части удаления влаги из салона. В дождь стекла автомобиля сильно потеют изнутри. Сохранить частоту лобового и передних боковых можно только постоянным переключением воздушного потока и разворачиванием передних дефлекторов. Также следует отметить, что дизайн модели за 13 лет не изменился, а по автомобильным меркам это очень много. Даже прародитель Логан за это время успел обновиться и похорошеть, а Ларгус так и остался в первоначальном виде. Это относится как к внешнему виду, так и к салону. Мрачная торпеда, устаревшая приборка, странное расположение некоторых кнопок и слабость в плане дизайнерских решений не способствуют эмоциональному восприятию авто. Быть может, часть названных недостатков будет решена производителем при выпуске рестайлинга Ларгуса. Однако дата этого события точно неизвестна. В некоторых источниках в начале 2019 года появилась информация о выходе второй версии Ларгуса в третьем квартале этого года. Однако позже стало известно, что на 2019 год обновление Ларгуса не планируется. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если видео вам понравилось, ставьте лайк.